Программа «Законодатели» В нашем вечернем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса «Собрание депутатов Ненецкого автономного округа» в этом выпуске. В собрании депутатов Ненецкого округа продолжаются работы по формированию окружного бюджета на 2020 год и плановый период. Накануне в Наринмаре состоялось очередное заседание постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету. В парламентарии обсудили перспективы развития окружного мясокомбината. В рамках работы над бюджетом на предстоящий год окружные депутаты посетили акционерное общество «Мясопродукты». Жителям округа будет предоставляться льготы по оплате услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий законопроект парламентария региона рассмотрели на заседании окружной профильной комиссии. Назначать лекарственные препараты для оказания медицинской помощи на селе смогут акушерки. Соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение сессии регионального парламента, которая состоится 19 декабря. В собрании депутатов Ненецкого округа продолжается работа по формированию окружного бюджета на 2020 год и плановый период. Накануне в Наринмаре состоялось очередное заседание постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету. В заседаниях постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого округа по экономической политике и бюджету под председательством депутата Натальи Кордаковой принимают участие максимально возможное количество представителей депутатского корпуса, председатель и заместитель председателя собрания депутатов, руководителя органов власти и постоянных парламентских комиссий. От их взаимодействия и взвешенных решений зависит, насколько будет сбалансирован бюджет следующего года и последующего двухлетнего периода. К каждому обсуждаемому вопросу его финансированию в рамках окружного бюджета пристальное внимание. На одном из заседаний комиссии такое внимание было уделено функционированию в Ненецком округе информационной системы «Безопасный город». Такие системы работают в регионах России не первый год, были созданы и содержатся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с их полномочиями, в том числе и в Ненецком округе. «Безопасный город» – это аппаратно-программный комплекс, состоящий из терминалов экстренной связи и видеокамер, которые круглосуточно следят за порядком в основном в городах. В Ненецком округе видеокамеры охватывают около 70% территории Наринмара и поселка Искателей. Депутатов регионального парламента в первую очередь интересует эффективность работы комплекса. Есть ли отдача от многочисленных камер в плане профилактики нарушений? В профильном департаменте не скрывают записи с камер видеослежения, на сегодняшний день в основном позволяют раскрывать право нарушения. В профилактических целях комплекс можно будет использовать после решения этого вопроса на федеральном уровне. Комплекс действительно помогает раскрывать право нарушения, но, к сожалению, сейчас уже постфактум, то есть не предотвращать их, а уже раскрывать. Нами рассмотрен вопрос об установке этого комплекса, не посреди, чтобы это было предупреждение. Это будет в рамках создания федерального безопасного города, на базе которого делает МЧС. Туда эта наша стена обойдет, и как раз с кем мы будем заниматься предупреждением. То, что мы раскрываем преступление, используем это комплекс, это факт. Там объем, точнее вопрос в том, что необходимо не раскрывать, ну и раскрывать, и предотвращать. Вот этот вопрос мы будем скрывать в рамках большого федерального безопасного города. Выясняли на заседании и эффективное содержание в рамках безопасного города системы видеофиксации правонарушений на дорогах. За это направление отвечает другой профильный департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта. Как выяснилось, с помощью данной системы в окружной бюджет поступает порядка 5 миллионов рублей за счет штрафов за несоблюдение норм ПДД. Как отметил в ходе рассмотрения вопроса депутат Андрей Ружников, эффективность системы заключается в дисциплинированности водителей. По его мнению, чем меньше штрафов, тем эффективнее система. В своих рекомендациях по итогам заседания комиссии депутаты рекомендовали органам власти рассмотреть вопрос об объединении всех подсистем безопасного города в одном профильном департаменте. В рамках работы над бюджетом 2020 года окружные депутаты посетили акционерное общество «Мясопродукты». Они осмотрели производственные цеха предприятия, пообщались с работниками, обсудили перспективы производственного роста. Знакомство с производством акционерного общества начинается с осмотра камер хранения. Как нам рассказали сотрудники мясокомбината, этим установкам уже более 35 лет. «Ижемский овеневод. Договор мы сегодня подписывали на 180 тонн, но обещают 120 тонн. То есть борща горит, может быть, меньше не будет. Собственно, это меня радует. Но мясо у них хорошее». В ходе рабочей поездки парламентарии также побывали в колбасном и консервном цехах, осмотрели другие производственные помещения предприятия. Как отметил гендиректор акционерного общества Казимир Кабалоев, общей сложности на предприятии трудится 196 человек. Работой своих сотрудников он доволен. Каждый из них мастер своего дела. «Работой коррективы я доволен. Подготовка у них очень хорошая. Персонал хороший, серьезный. Более того, я очень хотел бы отметить технологический состав. То есть колбасно-кулинарный цех – весь персонал, консервный цех – весь персонал. Ну и остальные вспомогательные производства тоже на достаточно хорошем уровне». По словам Казимира Кабалоева, на сегодняшний день основная задача предприятия – успешно провести убойную кампанию. «Когда начинается убойная кампания, у нас финансовая готовность должна быть тоже соответствующая, чтобы мы могли обеспечивать необходимую предоплату нашим оленеводам. Мы пока заемные средства берем у Центра развития бизнеса под очень высокий процент». Гендиректор предприятия также отметил, что для расширения производства необходимо вводить новые холодильные мощности, строить склад и консервный цех для производства рыбных консервов. Сбыт продукции предприятия планируют организовать и за пределами округа, в торговых точках Архангельска и Санкт-Петербурга. В свою очередь спикер регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что расширение рынков сбыта позитивно скажется на увеличение прибыли окружного предприятия. Также он предложил руководителю найти возможность для повышения уровня заработной платы работников мясокомбината. «Мы сегодня здесь на мясокомбинате, чтобы посмотреть и услышать основные экономические показатели предприятия, с какими планами оно идет в следующий год. Для нас мясокомбинат очень важное предприятие, это важнейшая отрасль наша, которая занимается переработкой мяса. Конечно, здесь мы зададим вопрос руководителю по поводу того, какая будет прибыль предприятия, какие будут запасы мяса, как идет убойная кампания, как идут переговоры с нашими СПК. Ну и, наверное, всех жителей интересует такой обыкновенный вопрос, что с нашим качеством мясной продукции, какие, может быть, новые виды продукции появятся на прилавках наших магазинов. Поэтому рост заработной платы на предприятия – это все те вопросы, которые, конечно, нас интересуют. В первую очередь, социальная защищенность, энерговооруженность предприятия. Как отметил Александр Лутовинов, парламентарии с определенной периодичностью встречаются с коллективом, чтобы выявить проблемы и совместно с профильным департаментом их решить. У коллектива должны быть уверенность в завтрашнем дне, для этого нужно повышать зарплату, обновлять производственные мощности, решать вопросы доставки сырья, сказал Александр Лутовинов. Спикер окружного собрания также отметил, что до конца года депутаты планируют посетить все окружные производства, чтобы посмотреть, с какими показателями они завершают год. Жителям округа будет предоставляться льгота по оплате услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий законопроект парламентария региона рассмотрели на заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. Проект разработан в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую общероссийскую систему обращения с ТКО. Как отметила в начале обсуждения председатель комиссии Наталья Кордакова, в последнее время в стране накоплен большой экологический ущерб. Ежегодно добавляется порядка 70 миллионов тонн, увеличиваются площади свалок. Для решения этих проблем в стране с 2019 года стартовала мусорная реформа, которая вызвала во многих регионах общественный резонанс. Для того, чтобы у нас не было никаких проблем с данной реформой, мы сегодня обсуждаем непосредственно по оплате услуг в области обращения с твердыми бытовыми для установленных льгот и для физических лиц. А затем мы будем также работать по юридическим лицам, чтобы не было никакого негатива на нашей территории. Как отметил руководитель Управления по государственному регулированию цен тарифов Неницкого округа Сергей Андреянов, установление регулируемого льготного тарифа вызвано необходимостью ограничить рост расходов населения на жилищно-коммунальные расходы, в первую очередь в сельских населенных пунктах. Для жителей городской агломерации примерная плата за услуги по обращению с ТКО с учетом льготного тарифа составит около 140 рублей в месяц. На каждого зарегистрировано в жилом помещении человека. Для сельских жителей 61 рубль, пояснил Сергей Андреянов. Что касается уровня соседей, к примеру, комет в МКД это порядка 120 рублей, село 52, Ямал 150, многоквартирные дома, Мурманск 130, Архангельская область, так же, как и мы, только планируют переход. Верхняя планка там порядка 150, ожидание от тарифов по регулятору около 140 рублей для многоквартирных домов. Принятие законопроекта потребует дополнительных затрат из окружного бюджета в 2020 году для предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в размере 206,8 миллионов рублей. В ходе обсуждения депутаты высказали ряд предложений. К примеру, Валерия Стопчук и Татьяна Федорова говорили о необходимости внедрения раздельного сбора мусора, а также принятии мер стимулирования граждан на такой сбор. А я бы хотела стимулировать сдачу отходов, вот таких, первый, второй, третий класс опасностей, ну, повторюсь, значит, это люминесцентная лапа сдали, мы его компенсировали. Батареи, которые бытовые применяются, сдали, мы его компенсировали. Шины, как у нас валяются по всей, сдали, его компенсировали. А дальше муниципалитетам поставили задачу прессовать и бумагу еще не забудьте. Бумагу, может быть, тоже не стоит нам с вами вывозить, отдать поручение, которое нужно уплотнеть и вывозить. Вот тогда было бы у нас с вами порядок, на мой взгляд. Отмечу, что вопрос о снижении расходов организации предпринимателей по оплате услуг по обращению с ТКО будет рассмотрен на отдельном заседании. Кроме того, состоится круглый стол с привлечением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории округа. В собрании депутатов Ненецкого округа подготовлен законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. В нем предлагается установить пониженные тарифы страховых взносов для ряда плательщиков, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Как отметила один из инициаторов законопроекта Наталья Кордакова, работодатели обязаны выплачивать районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате работников в размере не ниже установленного федеральным законодательством. Также в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и сложившейся судебной практикой, все работодатели периодически обязаны оплачивать своим работникам, а также и неработающим членам их семей, стоимость проезда к месту отдыха и обратно. По словам парламентария, такая налоговая нагрузка на организации, в том числе относящаяся к субъектам малого и среднего предпринимательства, отрицательно сказывается на возможности их развития в сложных условиях Крайнего Севера. В свою очередь, собрание депутатов Ненецкого округа подготовило поправки в налоговый кодекс, в соответствии с которыми предлагается освободить субъекты МСП от обложения страховыми взносами, сумм районных коэффициентов и процентных надбавок зарплате лиц, работающих в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также сумм, выплачиваемых работнику в связи с предоставлением дополнительных оплачиваемых отпусков. Кроме того, предлагается установить пониженные тарифы страховых взносов в общей сумме 7,6%. На стадии разработки законопроекта представленную инициативу поддержал ряд субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности, в том числе Мурманская область, Республика Коми, Архангельская область, Тюменская область, Хабаровский край, Забайкальский край, Томская область, Приморский край. Законопроект будет рассмотрен на очередной сессии окружного собрания 19 декабря. Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой. Ранее такая схема налогообложения была введена в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. О нововведениях, которые вступят в силу уже с 1 января самозанятым гражданам, рассказали в ходе «Круглого стола», который прошел при участии специалистов профильного департамента и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Налог на профессиональный доход для самозанятых рассчитан на тех, кто занимается пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают квартиры в аренду. В общем, те граждане, которые работают на себя, а также чей доход не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. На сегодня, например, многие сдают квартиры, получают доходы, кто-то сдаёт отчётности, платит налоги, кто-то нет. В данном случае, если, например, гражданин сдаёт квартиру, получает доходы, он заплатил свои 4%, он полноценный гражданин, и когда никто к нему не придёт и не скажет, уплати, потому что у тебя по счёту там такие-то вот, или кто-то написал, что вы не платите налоги. Поэтому это нормальный правовой статус, это комфортное состояние этого человека, получающего дополнительные доходы. Ставка налогообложения достигает 4% с дохода за оказание услуг или продажу товаров физлицам и 6% за работу с юридическими лицами. При этом самозанятые граждане освобождаются от уплаты 13% подоходного налога. Все обычные граждане, да, они платят. Все мы платим, как правило, 13% налога на доход физических лиц от всех полученных доходов. Данный же режим предполагает две пониженные ставки, это 4,6%, соответственно, 4% для при оказании услуги передачи товаров физическим лицам и 6% для при оказании услуг, выполнения работы, передачи товаров организации. Второе, при регистрации в качестве платильщика данного специального налогового режима граждане не становятся предпринимателем, организация упрощена. Согласно закону, принятому Госдумой России, самозанятым гражданам предлагается зарегистрироваться в онлайн-приложении «Мой налог», через которое они автоматически будут уплачивать налог на профессиональный доход. Не нужно предоставлять какой-либо отчетности, то есть налоговый орган сам известит через, опять же, мобильное приложение о сумме налога к уплате, ее нужно будет уплатить. Как я уже сказал, никакой отчетности при этом предоставлять не нужно. При этом мобильное приложение, оно само агрегирует кассовый чек, который нужно будет выставить покупателю либо получить эту работу услуг. Его нужно выставить будет как в бумажном, так и в электронном виде. Напомню, Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января следующего года получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. В рамках подготовки проекта окружного бюджета парламентарии региона рассмотрели расходы на госпрограмму «Старшее поколение Ненецкого округа». Общий объем финансирования программы в 2020 году составит более 731 миллиона рублей. Средства будут направлены на ряд выплат людям высокого возраста, в их числе единовременная компенсационная выплата пожилым гражданам, которым присвоены звания ветеран труда и ветеран труда Ненецкого округа. На эти цели предусмотрено 70 миллионов рублей. На выплату коню пожилого человека запланировано почти 66 миллионов рублей. Размер выплаты составляет 5000 рублей. Ее получают 5900 человек. Пенсионерам старше 70 лет выплачивается 16640 рублей. Ежемесячно по 7280 рублей выплачивается лицам, родившимся в 1932-1945 годах. На ежемесячную выплату гражданам, получающим пенсию, в следующем году предусмотрено 392 миллиона рублей. Доплата составляет 3108 рублей для пенсионеров, проживающих в округе не менее 15 лет, при стаже работы не менее 10 лет. Если стаж работы в регионе не менее 20 лет, выплачивается 3500 рублей. При этом доход граждан не должен превышать трехкратную величину прожиточного минимума. На третий квартал она установлена в размере 19 599 рублей. Ограничение по доходам не распространяется на лиц, достигших 70 лет. Доплаты к пенсии получают более 9 тысяч пенсионеров. Также в рамках госпрограммы предусмотрена социальная помощь неработающим гражданам старшего поколения на компенсацию расходов на зубопротезирование. При рассмотрении этого вопроса парламентарии рекомендовали администрации рассмотреть возможность установления периодичности предоставления данной меры соцподдержки. В настоящее время компенсация предоставляется однократно. Получить лекарственные препараты жителям сел станет проще. Поправки в окружной закон, касающиеся обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, рассмотрели парламентарии региона на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Окружной закон приводится в соответствии с федеральным законом об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. В нем закреплено, что отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов для оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи могут быть возложены на акушерку. В действующей редакции окружного закона такие функциональные обязанности возложены на врача и фельдшера. Не предусмотрено возможности возложения назначений применения лекарственных препаратов акушерки. Рассматриваем проекты закона, внесение изменений в закон округа предлагается устранить этот пробел и наделить этими полномочиями. И мы тогда эту проблему, которая сегодня существует, закроем и узаконим возможность назначения и выписки лекарственных препаратов на селе данными категориями медицинских работников. При обсуждении этого законопроекта депутат Матвей Чупров обозначил проблему, о которой не раз говорили жители сельских населенных пунктов. Речь идет о получении льготных лекарств. Как отмечают сельские жители, в аптеках могут не выдавать лекарства, если они не приобретены в рамках государственного контракта. При этом они есть в наличии в аптечном фонде. Депутат обратил внимание представителей профильного ведомства, чтобы в сельских аптеках предусмотрели взаимозаменяемость лекарственных препаратов и своевременное обеспечение ими жителей села. Как заверили представители департамента, в настоящее время отрегулирована работа выписки рецептов в электронном виде, поэтому они должны своевременно поступать в аптечные сети поселений для предварительного формирования заявок на лекарства. Добавлю, что доработанный проект закона с учетом замечаний экспертно-правового управления аппарата собрания депутатов Неницкого округа вынесут на рассмотрение сессии регионального парламента, которая состоится 19 декабря. Прямую трансляцию сессии можно будет посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север» начало в 10 часов. В собрании депутатов округа состоялась встреча с представителями 16 семейно-родовых общин. В обсуждение также приняли участие заместитель губернатора НАУ по делам Неницкого и других коренных малочисленных народов Севера Валентина Сганич, председатель правления землячества НАУ в Москве Вячеслав Ваучейский, председатель правления союза оленеводов НАУ Владислав Ваучейский и представителя департамента внутренней политики Неницкого округа. Спикер регионального парламента рассказал о мероприятиях, проводимых для коренных малочисленных народов в округе, в том числе по информационному обеспечению, сохранению и развитию неницкого языка, по поддержке традиционного образа жизни и традиционного хозяйствования, предоставляемых мерах соцподдержки. По словам Александра Лутовинова, вопросы в области совершенствования федерального законодательства прав и интересов КМНС законодатели Северо-Запада России решают в рамках парламентской ассоциации. В ходе обсуждения участники отметили ряд проблем, которые требуют решения. В частности, речь шла о необходимости сохранения неницкого языка, популяризации национальной одежды, повышение суммы гранта из регионального бюджета, доставки топлива в поселок Варандей, строительстве сельскохозяйственного рынка для реализации продукции, обмене опытом с общинами Ямала-Неницкого автономного округа. Также были затронуты вопросы запрета сбора пуха птиц на острове Вайгач, проконежство, правил рыболовства, обращение с ТКО, тарифов на электричество. В завершение мероприятия Александр Лутовинов подчеркнул, считая мероприятия подобного формата очень полезными, они помогают депутатам досконально обсуждать существующие проблемы и составлять перспективные планы работы. Парламентарии региона предложили продлить срок бесплатного оформления земельных участков. На комиссии по делам Неницкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, депутаты рассмотрели поправки в окружной закон о регулировании земельных отношений на территории Неницкого округа. В основном изменения обусловлены необходимостью приведения указанного закона в соответствии с федеральным законодательством, а также уточнением полномочий органов государственной власти округа в сфере земельных отношений. Вице-спикер и председатель комиссии Матвей Чупров отметил, что в данном окружном законе предусмотрена норма бесплатного предоставления земельных участков собственность гражданам, которая действует до 1 января 2020 года. Речь идет о тех гражданах, которые владеют жилыми домами, приобретенными до 30 октября 2001 года и не имеющих надлежащих оформленных документов на земельные участки, на которых находятся эти дома, пояснил вице-спикер. По словам начальника управления имущественных и земельных отношений НАУ Анастасии Голговской, по предварительным расчетам за два года реализации этой нормы зарегистрировать право собственности на дом или земельный участок должно было порядка 500 домохозяйств. По факту от граждан поступило всего 55 заявлений. По итогам обсуждения, депутаты предложили внести в законопроект еще одну поправку о продлении срока существующей нормы до 1 января 2025 года. Закон о бесплатной юридической помощи в НАУ внесут изменения. Для инвалидов предлагается упростить процесс подачи необходимых документов для получения бесплатной юридической помощи. Так, в настоящее время государственные и муниципальные услуги предоставляются на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре. При этом инвалидам необходимо предоставить документ, подтверждающий данный статус. В соответствии с поправками предлагается не предъявлять данный документ при наличии соответствующих сведений в федеральном реестре. Как отметил председатель постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и МСУ Александр Чурсанов, что это еще один шаг на пути к упрощению процесса получения мер социальной поддержки жителями нашего региона. В минувшую пятницу, 13 декабря, по всей России и более чем в 40 странах состоялась масштабная образовательная акция, организованная молодежными парламентами. В Нинецком округе тест в пятый раз организовала общественная молодежная палата при собрании депутатов Нинецкого округа. В регионе в акции приняли участие образовательные организации города. Также площадки были организованы в Шойне, Харуте, Каратайке, Нальминоси, Амдрами и Оми. Площадка для жителей Наринмара была открыта в актовом зале Нинецкой центральной библиотеки имени Алексея Печкова. Проверка знаний по истории включала 40 заданий по всем периодам истории российского государства. В тесте были вопросы о военных событиях и выдающихся личностях, об отечественной культуре, искусстве, спорте, достижениях в науке и географических открытиях. Задания были подготовлены учеными военного университета Министерства обороны. Как сообщают организаторы, в России и за рубежом было зарегистрировано почти 10 тысяч площадок. Международная акция «Тест» по истории Отечества стала открывающим мероприятием проекта «Большая история», который направлен на историческое просвещение. Деревня Макарова и ее жители отметили в эти выходные юбилейную дату – 340 лет со дня основания. Поздравить макаровчан приехали гости из окружной столицы, представители собрания депутатов Ниницкого округа, Совета Заполярного района и городского депутатского корпуса. Деревня Макарова расположена на левом берегу Большой Печоры в 7 километрах от Наринмара на месте промысловой жиры на берегу Приозерского острова. В 1679 году в этих местах поселился пустозерец Ивашко Васильев, сына Макарова с семьей. Дореволюционной России в деревне насчитывалось более 10 дворов и 40 жителей, главными занятиями которых были рыболовство, охота, содержание коров и овец. Макарова и сегодня всего лишь небольшая деревня, входящая в состав телевисочного сельсовета. Но без таких малых деревень и любви к своей малой родине трудно представить Россию. На карте Макарова это маленькая точка из сотни тысяч населенных пунктов нашей страны. Для нас это дорогой сердцу уголок, где, как и прежде, одной большой и дружной семьей живут преданные своей территории люди, которые чтят свою историю, культуру и традиции своих предков. В день празднования юбилея представители Совета ветеранов войны и труда Нинецкого округа, гости торжественных мероприятий, жители деревни, почтили память макаровчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Все меньше ветеранов остается в строю. Сегодня в Макарово проживают два труженика тыла и семь детей войны. Пока передается из поколения поколение именно основы нашей жизни здесь, Макарова будет жить. И пока вот эта ниточка не прервется, мы будем с уверенностью сюда приезжать, поздравлять и со следующим юбилеем. И деревня будет жить. В торжественной обстановке в этот день на здании Деревенского дома культуры была также открыта мемориальная доска земляку Виктору Кислякову, человеку, посвятившему жизнь культуре родного края, художественному руководителю, автору и исполнителю песен. А творчеством деревни Макарова славится. И один праздничный концерт не обходится без макаровских творческих коллективов. В ходе торжественного вечера двум жителям деревни Геннадию Остальцеву и Галине Чупровой были вручены юбилейные медали к 90-летию Неницкого округа. Заслуженным труженикам и ветеранам почетной грамоты и благодарности от Заполярного района и окружного собрания депутатов. Сельчан с юбилеем поздравил депутат регионального парламента Андрей Попов. Каждому жителю деревни Макарова от всей души желаю мира, добра, здоровья, благополучия, процветания и успехов в реализации намеченных планов. Пусть в ваших сердцах живет мир, добро, тепло, благополучие, новых начинаний у вас всего самого хорошего. Благодарственные письма собрания депутатов Неницкого округа за многолетний добросовестный труд были вручены пенсионеру Ивану Попову и заведующей клубом «Гармония» Светлане Кисляковой. Жители деревни и гостей на юбилейном концерте поздравили творческие коллективы из Тельвиски, Хангурея, Оксина, Лабожского и деревни Макарова. Это была программа «Законодатели». До встречи в эфире на телеканале «Север». Субтитры создавал DimaTorzok